Если n больше, чем 4, то n простая. Если n больше, чем число 4, то n не имеет никаких нормальных подгрупп, кроме той, что состоит из единицы, ну и же довольно-таки, которая состоит из всей единицы. Это вполне себе интересная, важная задача, потому что, понимаете, перебором невозможно, потому что n у нас произвольное число. Да, кстати, даже если n равно 5, то все понимают, сколько будет 5 фатриалов? 120. 120. Значит, группа А5 состоит из 60 элементов. Это же жуть какая-то. Понимаете, да? 60 элементов выписывать, смотреть там какие-то подгруппы, это действительно абсолютно просто. Подсказка. Самый естественный способ состоит в том, что мы берем и говорим, что если у нас есть нормальная подгруппа, если в А5 есть нормальная подгруппа, которая не состоит только из одного единичного элемента, то в этой самой нормальной подгруппе есть какой-то неединичный элемент. Согласны? Отлично. Берем этот самый неединичный элемент и расписываем его на цикл. Какие есть варианты? Может быть, это цикл из двух элементов? Вот только цикл из двух элементов? Нет, почему не может быть? Господа, почему не может быть цикл из двух элементов в АН? Вот такой элемент может быть в АН? Что? Нет, она является нечеркнутой установкой. Такого АН нет. Значит, такой цикл невозможен. Отлично. Ну, а что бывает? Все ничего. А? Все ничего. Нет, ну, во-первых, в принципе, возможно, что-нибудь такое. Один, два, три, четыре и еще что-то. Согласны? Такое, в принципе, возможно. Два цикла, каждый длиной два, и еще может быть что-нибудь. А может быть ничего не больше. Хорошо. Еще есть такой вариант. Цикл один, два, три. Цикл один, два, четыре. Ну, и еще один, то ли есть, то ли нет. Хорошо. А еще что? Один, два, три, четыре. Правильно. Так, кратчайший цикл, входящий в нашу перестановку, может быть длины больше, чем. Ну, там то ли есть, то ли нет, и дальше, то ли есть, то ли нет. А может быть цикл один, три, два, четыре? Нет, смотри, мы же можем элементы переставлять, потому что с нашей точки зрения все числа пока что одинаковые. Поэтому я так пишу условно один, два. Это вместе, потому что это какие-то наши числа. Спокойно, нужно считать, что действительно один, два, потому что для нас пока все числа на одно лицо. Замечательно. Теперь нужно каждый из этих случаев привести к противоречию. При этом, внимание, пожалуйста, посмотрите. Мы можем понимать, что вместе с любой перестановкой все ее сопряженные тоже входят в это наше хозяйство. Понятно, что я говорю? Понятно. Ну, давайте, давайте как-нибудь, давайте как-нибудь поработаем. Давайте я в этом случае назову первым, да? Первый случай. У нас есть перестановка, которая в своем составе содержит цикл один, два, цикл три, четыре, еще что-то, а может, не содержит. Я должен объяснить, как из этого получить всю группу четных перестановок. Если у меня n больше четырех. Заметьте, пожалуйста, внимание. Если n равно четырех, то я ничего не смогу. Потому что у меня тогда четверная группа клеена. А вот если n больше четырех, оказывается, тогда удастся получить все черные перестановки. Ну, ребята, смотрите. Вот давайте я этот элемент обозначу у сигма. Я могу сделать очень просто. Я могу эту перестановку сигма сопрячь при помощи перестановки один, три, четыре, два. Могу или не могу? Как и четыре? Кстати, обратная региона четыре, два, это наивки. Скажите, пожалуйста, как будет выглядеть результат? Нужно договариваться, что нужно сделать. Ну, сигма от единицы, а нет. Надо вот здесь вот внутри, что сделать? Вместо единицы написать тройку, да? Четыре. Вместо двойки написать четверку. Единица. Опа, четверная клейна, на то и коммутативная, что когда я ее элемент сопрягаю при помощи ее элемента, то что получается? Ее элемент. То он вообще не получается. Она же коммутативная. Поэтому моя попытка получить какой-то новый элемент на этом месте полностью проваливается. А если сопрячь с 1, 2, 3? Что? Если сопрячь с 1, 2, 3. Сопрячь при помощи 1, 2, 3. А что мне нравится? Дело в том, что 1, 2, 3, это четвертая установка. Давайте. Давайте. Сопрягаю при помощи перестановки 1, 2, 3. Обратная клейка это 1, 2, 3, 2. Замечательно. Теперь смотрим здесь. Значит, надо было подвергать, если я правильно помню, действию вот этой перестановки, то, что там написано. Отлично. Значит, единица переходит в тройку, двойка переходит в единицу, тройка под действием этого переходит в двойку, а четверка на четверке была. Так, замечательно. Ну и на остальное никак не подействовала. Ребята, это хорошо. Вот это уже действительно хорошо. Объясняю почему. Потому что у меня хвостик не изменился, а начало стало другим, благодаря этой перестановке 1, 2, 3, на которой я сопряг в сигму. И значит, если я сейчас вот эту перестановку умножу на сигма в минус первой степени, то смотрите, что я получу. Смотрите, у меня есть 3, 1, 2, 4 и дальше хвостик. Я его умножаю на 1, 2, 3, 4 и вот этот самый хвостик минус первой степени. Отлично. Хвостик и сократятся. А произведение этих двух, я знаю. Это еще один элемент из четверной группы Клейна. Это элемент 1, 4, 2, 3. Ребята, мне зашло чего. Предположив, что в группе, в нормальной подгруппе очки, есть у меня такой вот элемент, я доказал, что на самом деле там без всякого хвостика есть. Просто там есть. А если он есть, то автоматически есть все элементы такой циклической структуры. Это понятно? Так, отлично. А теперь я должен вам сотворить вот что. Зная, что у меня есть все элементы такой циклической структуры, я вам должен объяснить, как из них построить цикл длины 3. Ну, из них... Ну, господа, давайте, давайте побалуемся. 1, 2, 3, 4. Умножаю на 1, 2, 4, 5. Господа, собрайте, пожалуйста, что это будет. Еще раз, вот этот элемент, я ему объяснил, что он существует, правда? Это мне сейчас очень важно, чтобы вы не потеряли эти обсуждения. Что мы сейчас доказываем? Отсутствие в группе черных перестановок на N элементах нетривиальных нормальных подругов. Так? Я сейчас рассматриваю первый случай, когда так получилось, что в ней есть два цикла, не два цикла, а две транспозиции, но еще там что-то. Я объяснил, как в таком случае доказать, что входит вот такой элемент, а вместе с ним, из-за того, что, кстати, здесь очень важно, из-за того, что N больше 4. Потому что я здесь, вот, извините, прямым образом использую пятерку, все понимают, да? Вот, итак, 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 я, вот эта штука, она сопряженная с этой, замечательно, замечательно. Так, кстати, еще, сопряженная при помощи чего? Важно, что при помощи черной перестановки. Понятно, да? Умножаем, один, два, этот, два, сокращается. Что такое 3,4 умножить на 4,5? Значит, куда переходит в тройку? В четверку. Куда переходит в четверку? В пятерку. Куда переходит в пятерку? В тройку. Ура! Цикл длины 3 я получил. Теперь, имея цикл длины 3, я должен... Так, если у меня есть цикл длины 3 какой-то, то у меня за счет сопряженности есть всевозможные циклы длины 3. Замечательно. Теперь нужно... Да, все понимают, что четная перестановка это та, в которой четное число транспозиции. Правильно? Мутановых двух элементов называют А-минусберк, Б-минусберк, А-а-а. Так вот, что? Это понятно? Это очень часто просто приходится использовать такое обозначение. Кстати, я объясню, почему оно так важно. Господа, что значит, что у вас произведение А-Б равно произведению Б-А? Как это можно по-другому записать? Можно на Б-1, по-моему, в любую часть. Получится Б-1 и А-Б равно А. То есть, сопрягая это помощью Б, мы получаем опять элемент А. А можно еще раз, мы можем, да, в минус первую. Получится А в минус первую, Б в минус первую, А, Б равняется И. То есть, два элемента коммутируют, когда вот эта штука, это коммутант А и Б, равна единичному элементу. Соответственно, коммутант измеряет отличие от коммутативности. Когда у вас много разных вот таких вот выражений, это значит, что группа сильно не коммутативная. Когда коммутант маленький, значит, элементы почти что перестанут. Это важное штука. Так вот, смотрите, смотрите, что у нас есть. Если я беру трех элементов, а я только что объяснил, что в первом случае все циклы из трех элементов у меня есть, то тогда коммутант ИЖК и ИЖЛ это то же самое, что ИЖИК и КЛ. Произведение двух транспозиций. Что такое И и ЖИК? А если я беру коммутант ИЖК и ИЛЖК, то это будет ИЛ и ЖИК. Давайте подумаем. На самом деле, если честно, мне все равно, какое из этих тужеств доказывать, потому что это, в общем, они более-менее на одно лицо. Да? Во-первых, давайте поймем, почему мне это приятно. Потому что, если я доказал, что у меня циклы из трех элементов, все циклы из трех элементов принадлежат, то на самом деле и все коммутанты будут продолжать. А здесь смотрите, здесь у меня получаются пара элементов. Так, ну, я не знаю, имеет смысл сейчас выписывать это самое произведение или нет, или сами проверите. Так, кстати, ребята, можно было? Смотрите, как. Если у вас уже входят все тройные циклы, то на самом деле любую перестановку можно реализовать следующим образом. Те, кто когда-нибудь играл с робиком Робика или с чем угодно, меня сейчас поймут. Представьте себе, у вас есть четное количество элементов, а разрешены любые перестановки по кругу трех штук. Вам нужно из элементов сделать любую четную перестановку. Вы делаете простую вещь. Вот у вас есть число, которое должно перейти в число n. Замечайте, вы берете это число, 1, 2, прокручиваете, чтобы это число стало на место, там, единицы или двойки. После этого вы прокручиваете это так, чтобы оно стало в конец. Я не знаю, понятно ли это? А? Вот. Таким образом, последнее число поставили туда надо. И у вас стало на одно меньше. После этого вы предпоследнее число ставите сюда, потом прокручиваете, ставите туда надо и так далее. То есть, в принципе, если вы получили все тройные циклы, то, в общем, работа уже сделана. Так, хорошо. Давайте пойдем рассматривать второй случай, потому что, мне кажется, что он нужен для вас более тонн. То есть, представьте себе, что у вас есть цикл длины 3 и какой-то там хрустик, непонятно из чего состоящий. Вопрос. Как бы нам доказать, как бы нам что-нибудь сделать? Подсказка. Состоит из двух частей. Из цикла 1, 2, 3 и какой-то там, какой-то перестановки на остальных элементах. Что я сейчас могу сделать? К сожалению, я не могу ее соперегать по помощи 1, 2, 3. А нужно собрать еще 1, 2, 3, и вымышь нижний. Как вы считаете, в этой перестановке есть хотя бы какое-нибудь число, которое не переставляется? Давайте разберем два случая. Когда есть число, которое не переставляется, и когда такого числа нет. Отлично. Когда есть число, которое не переставляется, это значит вот так. Есть элемент такой 4. Когда нет числа, которое не переставляется, это значит 4, 5, и дальше непонятно что, и дальше непонятно что. Отлично. Так вот, смотрим сюда. Уверяю вас, сейчас у нас все это получится. потому что я могу сопрячь перестановку Тау на пример при помощи 1, 2, 4. Обратная к ней это перестановка 1, 4, 2. Так, как вы считаете, что это будет за, ну так, значит, 1, 4, 2, Тау 1, 2, 4. Я применяю сопряжение. Значит, как упомнил, надо в циклической росписи перестановку Тау что сделать? К всем элементам применить вот эту перестановку. Правильно? Угу. Единица была 1, 2, 3. Единица перешла в 4. 2 перешла в 1. 3 перешла сама в себя. Так, замечательно. Теперь 4 куда перешла? В 2. В 2. Отлично. Ну и дальше хвостик, на который мы никак не подъявляем. Отлично. А теперь я беру вот эту перестановку в 4, 1, 3, 2 и тот самый хвостик и умножаю его на Тау в минус 1 степень. Давайте хвости скрадятся. У меня получится 4, 1, 3, но 2 можно писать, да? И вот это вот взятое в минус первой степени. То есть 1, 3, 2. Отлично. Произведение этих двух циклов имеет смысл посчитать. 1 переходит в 3, в 3, потом в 4. 4 переходит в 1, все замечательно. 2 переходит в 3, а потом в 1. Нет, 2 переходит в 1, а 1 в 3. 3 переходит в 2. Все, ребята, я вернусь к тому же самому. У меня опять возник элемент вида произведения двух транспозиций. Идею поняли? Ну, а если он возник, то я опять из него могу скрутить? Этот случай, давайте, чтобы нам радостнее было, стоят плюсики. Эти два случая мы разобрали. Теперь у меня вот эти вот случаи. Либо 1, 2, 3, 4 и так дальше, либо 1, 2, 3 и 4, 5 и так дальше. Ну, давайте, например, рассмотрим нижний случай. Представьте себе, что у вас есть вот такая перестановка 1, 2, 3 и дальше 4, 5 и так далее. И требуется объясниться, требуется объясниться, чем мы ее сопряжем, чтобы потом, вот это у нас некая перестановка, как вы считаете, чем разумно ее сопряжем? Вы должны взять не очень большую, для того, чтобы можно было проследить за судьбой всех элементов. Ну, я предлагаю простую вещь. Я предлагаю взять, например, такую штуку. 1, 2, 3, 4. Смотрите, если берешь 1, 2, 3, 4, и 1, 2, 3, 4, то что это такое реально? Это нужно вот в этой записи поменять там, где было 1, 2, 3, 4, 5, надо, что надо, итак, там, где было 1, будет 2, там, где было 2, будет 1, там, где было 3, будет 4, там, где было 4, будет 3, но там, где было 5, будет 5, и так далее. Замечательно. А теперь давайте посмотрим, что же будет, когда вот эту штуку умножаешь на 2, 1, 4, 3, 5, и дальше все как было, умножаешь на мюр минус 1, что такое мюр минус 1. Это 1, 3, 2, а дальше вот эта вот штука, давайте так, ну все, 4, 5 и так далее минус первая степень. Замечательно. Давайте смотреть. Давайте смотреть. единицу берем сначала, здесь единицы не было, единица перешла в 3, 3 перешло в 5, единица перешла в 5, отлично. Пятерка в четверку, да? Четверка в двойку. Все, хорошо. Двойка проверяем. Двойка в единицу, единица в четверку. Единица в четверку. Ну ничего, так, теперь, 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 надо что сделать еще? Четверка переходить? Четверка переходит в N. Четверка переходит в N. Вот в тот элемент, да? Четверка переходит в тот элемент, потом тот элемент переходит в 3, и все хорошо. Тот элемент переходит в тройку. Отлично. Теперь тройка туда переходит. Сначала в двойку, потом в единицу. А потом в единицу. Ура! Так, а теперь, если берешь элемент отличный от них, то он здесь перейдет назад, а вот вперед, все значение. У нас получился цикл длины 5. Надеюсь, вы понимаете, что я дальше не буду. Дальше я радостно и бодро скажу, что если у меня получился цикл длины 5, то я могу в нем, например, сопрячь при помощи перестановки 2, 4, 3. И, значит, если у меня есть такой цикл, то у меня есть заодно и цикл. После этого я возьму их произведение, ну, в смысле, вот это умножим на этот минус 1 степень и получу вполне себе короткую перестановку. Так, ребята, я сразу скажу, разумеется, если вы возьмете книжки, то там доказательство будет в 2 раз короче, а может и в 3 раз короче. Потому что я сейчас сход приписываю, я не смотрю, на что там думнее сопрячь, посмотреть. Можно было бы заранее понимать, чем там надо сопрягать, и тогда все было бы короче. Но, тем не менее, даже при моем способе, что называется, система работает. То есть вот у меня есть 1, 5, 4, 3, 2, и я умножаю его на вот этот вот элемент, 1, 5, только в минус 1 степень. А, значит, что такое минус 1 степень? Это надо выписывать не в таком порядке, а в обратном, да? То есть надо выписывать 1, 3, 4, 2, 5. Отлично. Смотрим, что что. 1, 4, 5. 5 в 1, 1 в 5, 1 в 5, 1 в 5. Отлично. цикл длины 3, то, как я уже вам объяснял, из него все автоматически получается. Отлично. Значит, последний нижний случай я разобрал. Теперь у меня, для того, чтобы теория была действительно доказана, остался вот этот случай. Когда в нашей перестановке нет никаких разложений на циклы, нет никаких циклов длины 2, длины 3, которые можно было бы выписать на первое место. Нет ни функциональной позиции, ни одного цикла из 3, но есть просто вот там 1, 2, 3, 4. Все понимают, что я сейчас делаю? Я сейчас сопреку это при помощи перестановки 1, 2, 3 и таким образом из вот этой перестановки ню я получу перестановку ню умножить на 1, 2, 3 здесь 1, 3, 2. Это что такое? Это нужно вот там вот применить вот эту перестановку, да? То есть там, где была 1, написать 3, там, где была 2, написать 1, там, где была 3, написать 2, ну а там 4 и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И теперь надо вот эту перестановку умножить на ню минус 1. 3, 1, 2, 3, 4 и так далее надо умножить на ню минус 1. Напоминаю, что ню минус 1. Это вот это вот оно. 1, 2, 3, 4 и так далее. 1, 2, 3, 4 и так далее. Хвостик это все в минус 1 степенях, да? Ну, хвостики, они, естественно, сокращаются, это бог с ними. Вот. А реально останется следующее. Надо просто проследить. То есть единица перешла там черт-тихуда, и из этого черт-тихуда потом вернулась в тройку. То есть единица в тройку. Дальше тройка перешла в двойку, а двойка в четверку. Четверка перешла в... Четверка перешла в тройку, а двойка в единице. Отлично. 1, 3, 4. Теперь за двойку следим. Двойка перешла в единицу, и видите, все, двойка остается на месте, ну и все остальные в месте. Все, я получил цифру на 3. Отлично. То есть я сейчас только что объяснил, что эта теорема требует для своего доказательства просто терпения. Вы доказываете, что если у вас есть какой-то элемент, то на самом деле из-за сопряжения есть и такой, значит, и такой, и такой, и такой, и объясняете, что вся группа у вас в результате есть. Субтитры создавал DimaTorzok,